11.06 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». Здесь, в студии, Вадим Шабалин и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Да, мы приветствуем вас. Погромче, пожалуйста. У нас идет прямая трансляция в группу ВКонтакте твоего издания, между прочим, и твоего портала. А поскольку мы снимаем это все с наших замечательных телефонов, то лучше говорить погромче всем. Вадим, и нам с тобой тоже. Итак, очередная программа «Разворот на бизнес». Напоминаю, что эта программа выходит в партнерстве с заводом «Сельмаш». Мы благодарим нашего партнера за то, что позволяет нам освещать очень важные темы, которые касаются не только бизнеса, но и абсолютно каждого горожанина. Мы будем жить теперь по-новому. К чему ведет глобальная перестройка на рынке жилья? Вот тема сегодняшнего нашего эфира. И вот почему это касается абсолютно всех. Все живем в квартирах. Правительство Российской Федерации приняло новое законодательство, которое касается строительной отрасли. И тем самым обозначило новые тренды развития городов. Наша задача в ближайший час узнать, как это скажется на строительной отрасли нашего региона. Я бы даже сказала, ближайшие два часа, потому что программа «Разворот на бизнес» выходит полным блоком с 11 и с 12 часов. И я думаю, что стоит сразу представить наших гостей сегодня. Мы благодарим за участие министра строительства Кировской области Руслана Бантурчака. Руслан Анатольевич, добрый день. Добрый день. Мы приветствуем в студии Дмитрия Кошкина, заместителя управляющего отделением ПАУ «Сбербанк» по Кировской области Дмитрий Аркадьевич. Дмитрий, мы договорились так. Да, добрый день. Добрый день. Виктория Грей, начальник юридического отдела ООО «Кировспецмонтаж» на студии. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Шихалеев, учредитель компании «Новый дом». Павел, добрый день. Добрый день. И мы ожидаем появления в студии Дениса Крутихина, директора ООО «Кировский ССК». Вот такая большая у нас сегодня компания. Вы заметили уже по нашему выбору, что мы со всех сторон обсудим этот вопрос. Это будут не просто юридические какие-то вопросы. Это будут вопросы все-таки прикладные, поскольку мы вещаем для горожан, чтобы всем было все понятно. Итак, новое законодательство. Первое, что, конечно, меня, например, как обывателя, как пользователя услуг застройщиков, девелоперов, прежде всего меня, конечно, волнует этот запрет привлекать средства дольщиков, что за этим кроется. Я сама была дольщиком, честно вам скажу, и сама была обманутым дольщиком. Вот, слушатели мои, наши это знают прекрасно, и наш дом до сих пор находится в состоянии неблагополучном. И прошло уже, я вам скажу, 12 лет с тех пор, как я должна была въехать в свою квартиру. Въехала и не очень благополучно в ней проживаю. То есть я могу поделиться своим опытом в этом смысле. И, наверное, из-за таких людей, как я, правительство Российской Федерации, заботилось тем, что надо что-то делать с этим законодательством. И в этом году, с 1 июля, поправьте меня, если я не права, поправки, касающиеся привлечения средств дольщиков, вступили в полную юридическую силу. Они работают. Так? Давайте к юристу обратимся. Виктория. Да, добрый день. С 1 июля 2018 года вступили поправки, изменяющие 175-го федерального... Микрофон, пожалуйста, Виктория. 175-го. На 20 сантиметров от себя. Поближе прям вставьте, не стесняйтесь. Виктория, первый раз у нас в студии еще ближе, напротив себя. Еще раз. В этом году. Да, еще раз. 1 июля вступили поправки, изменяющие 175-й федеральный закон, который меняет редакцию 214-го закона об участии в долевом строительстве. Самое важное, что нужно отметить, на что обратить внимание нашим гражданам, которые собираются заключать в ближайшее время договоры участия в долевом строительстве. Сейчас условно всех застройщиков можно разделить, деятельность застройщиков разделить на два периода. Большинство застройщиков, в том числе, я думаю, что которые у нас осуществляют деятельность в городе Кирове, они получили разрешение на строительство сроком до 1 июля 2018 года. То есть они их уже получили, они ими располагают. По этим разрешениям на строительство застройщики вправе заключать договоры участия в долевом строительстве в прежней редакции закона, которая у нас, если я не ошибаюсь, от 6 июля 2016 года, за небольшим исключением. Сейчас застройщики в срок до 1 сентября должны обеспечить по всем домам, которые не введены в эксплуатацию, открытие конкретного специального счета. Давайте сейчас вот здесь немножко остановимся и объясним нашим слушателям, почему мы сейчас говорим о том, что многие строительные компании, я не знаю, можно ли сказать, что это большинство, коллеги, наверное, это прокомментируют, многие строительные компании в Кировской области успели получить разрешение на строительство до вступления в силу закона о запрете привлечения средств дольщиков в прежней форме. Что это значит? Если позволите, я вас немного поправлю, о запрете, это не совсем корректно будет сказано, запрета на привлечение средств дольщиков нет. По тем разрешениям, которые мы будем получать после 1 июля, у нас есть право выбора. Мы можем привлекать напрямую средства граждан путем безналичного перечисления на спецсчет, открытый в банке, но при этом на нас распространяются очень жесткие требования, которые мы должны соответствовать. Это требования к финансовой устойчивости, к минимальному средству собственных средств на момент подачи заявления в Минстрой на получение ЗОС, ну и прочие вот эти очень строгие требования к застройщику. Либо мы вправе сейчас заключить договор участия в дольном строительстве, указать, что мы будем рассчитываться посредством использования скроу-счетов, денежные средства будут зачисляться на эти счета в банке, и на застройщиков никакие ограничения распространяться не будут. А гражданин будет уверен, что его денежные средства в полной сохранности до сдачи дома пролежат под контролем банка. Виктория, объясните, пожалуйста, что такое эскроу-счет? Нет, нет, нет. Я думаю, что специалист банка более... Ну, вы меня совершенно, вот сейчас, Виктория, как-то сбиваете с толку, потому что все СМИ пишут, эксперты обсуждают, и люди говорят, всё, долёвка закончилась, всё, теперь мы не можем на этапе начала строительства купить по дешёвой цене, тихонечко вкладывать, вкладывать. Сейчас нас банки закабалят, деньги наши будут использовать, строители, которые не успели получить разрешение на строительство, останутся без разрешения и вообще обанкротятся. Вот такой скандал развивается вокруг. А вы сейчас говорите, нет, всё хорошо, но я запуталась. Очень много профессиональных терминов, поэтому сейчас будем так вот отделить и дробить. Да, делить и дробить. Итак, всё-таки история про получение разрешения застройщиками до 1 июля. Можно я прокомментировать? Да, давайте строителя. Мы пригласим Павел Шахалеев в Новый дом. Да, на самом деле ситуация о том, что будут эти изменения внесены, она звучала ещё более ранее, ещё более года назад. То есть я думаю, что все застройщики, которые добросовестно осуществляют свою деятельность по договорам долевого участия в строительстве, они проанализировав данную ситуацию, которая складывается на рынке, всё-таки сделали всё для того, чтобы те участки, которые в разработке, в работе были, за вот данный год, который государство, в принципе, обозначило, до вступления вот этих поправок, которые с 1 июля, если посмотреть даже статистику по нашему региону, по нашему городу, мы видим, что апрель, май, июнь достаточно большой объём разрешений на строительство получили застройщики, но и мы в том числе также вели свою работу, направленную на то, чтобы, по крайней мере, гарантировать себе определённый плацдарм для дальнейшей работы, потому что механизма всё-таки до конца понятного будущего, как это всё будет работать, пока нет, то есть есть понимание, в какую сторону будут двигаться застройщики, в какую сторону будет двигаться эта работа, в какую сторону будет смотреть правительство, в какую сторону будут двигаться банки и в какую сторону будет двигаться рынок. Это примерно понятно, но чёткого механизма нет, а всё-таки у нас чёткий, как бы отлаженный алгоритм работы, и мы должны себя обезопасить от каких-то рисков на рынке. И поэтому такая ситуация сложилась, что я думаю, что сейчас большинство застройщиков, которые добросовестно ведут свою работу, они имеют объем разрешений на ближайшие 2-3-5 лет. Отстраховались? Да, то есть это в рамках прошлого закона и прошлой редакции застройщики будут иметь право осуществлять деятельность по этим разрешениям. Но с определенными ограничениями, о которых уже сказал коллега. Виктория говорила, что большинство застройщиков подготовились. Так ли это? Что говорят ваши коллеги? Я думаю, что, естественно, кто-то планирует свой бизнес не на один день, а на годы вперед. В любом случае, те участки, которые были в разработке ближайшие, на них постарались максимально быстро получить разрешение на строительство. Мы в том числе, то есть у нас сейчас разрешение на строительство, если по темпам, как мы строим, порядка 10 тысяч квадратов в год мы сдаем, это наша компания. То есть это порядка 5-7 лет работы у нас впереди еще есть по старому закону. Ничего себе подготовились. Ну вот здесь как раз вопрос сейчас до перерыва, у нас буквально полторы минуты. Руслану Бондарчуку, министру строительства Кировской области, все ли строители, вот как Павел Шахалеев, подготовились к этому новому закону? У всех ли стабильная сейчас ситуация? Или побежали, побежали к вам говорить, что мы не успели, мы обанкротимся? И вот что нам теперь делать? Руслан Анатольевич, пожалуйста, микрофон к себе поближе. Спасибо. Да, действительно, на строительном комплексе региона действует на сегодняшний день более 3 тысяч организаций, из них 27 крупных и средних предприятий с численностью свыше 100 работающих. В целом в отрасли трудится более 30 тысяч человек. Как было вышесказано, действительно у нас строительные организации, которые работают и планируют свой бизнес на годы вперед, они имеют разрешение на строительство, получили, обеспечили себя работой на ближайшие годы. Но, тем не менее, надо отметить, что время пройдет, оно быстро пройдет, и мы в любом случае вернемся к новому законодательству и будем работать уже по нему. Я надеюсь, что благодаря новому законодательству у нас уменьшится количество обманутых дольщиков, это очень важная задача для нас, не только для Кировской области, но и в целом в России эта проблема стоит. Мы, естественно, предпринимаем все для того, чтобы количество этих граждан у нас было минимальное, потому что за каждым человеком семья стоит, ипотека, кредиты, и семьи, люди приходят к нам в Министерство строительства со слезами на глазах для того, чтобы помочь каким-либо образом в скорейшем решении проблемы данной, и они могли благополучно получить свое жилье. Мы сейчас проверяемся буквально на полминуты, и начнем следующий час снова с министра строительства Руслана Бондарчука, потому что надо спросить, как новое законодательство в сфере именно Далевки скажется на объемах строительства в Кировской области, что вы прогнозируете? Тоже коротко, после короткого же перерыва. Продолжаем разговор, мы будем жить теперь по-новому, к чему ведет глобальная перестройка на рынке жилья. Это тема нашего сегодняшнего разворота на бизнес, и мы разбираем очень важный вопрос. Как новое законодательство в сфере Далевого строительства скажется на нас, на гражданах? Сможем ли мы покупать по доступным ценам жилье? Увеличится или уменьшится количество жилплощади, которые сдают девелоперы? И вот этот вопрос именно мы сейчас обращаем Руслану Бондарчуку, министра строительства Кировской области. Все министерства, я уверена, давно готовились к вступлению вот этих новых юридических норм, к вступлению их в работу. И что вы прогнозируете? Будет ли уменьшение количества сданного жилья или, например, уменьшение спроса? То есть все-таки покупка жилья на этапе котлована, которая довольно активно пропагандировалась в свое время, вроде бы в наших мыслях давала возможность с небольшими средствами современно приобрести себе квартиру. Что прогнозирует министерство? Будет ли снижение объема в строительстве? Микрофон, пожалуйста, к тебе. Я считаю и проанализировал ситуацию, что о том, будет ли снижение или еще какие-то там проблемы возникнут, это сейчас говорить преждевременно. Заработает закон, мы это все увидим. Но по прогнозам министерства строительства, снижение количества ввода жилья его не произойдет. И не увеличивает здесь стоимость квадратного метра. Это важно, чтобы люди услышали. Абсолютно верно. Поэтому здесь сегодня за что-либо гражданам Кировской области хвататься и бежать быстрее приобретать, нет такой необходимости, потому что все будет стабильно, все будет работать, все будет в тех же рамках закона. С нами будет контролироваться и стоимость квадратного метра, и объем ввода жилья. Что скажет нам банк? Давайте мы сейчас подключим к разговору Дмитрия Кошкина, заместителя управляющего отделения ПАО «Сбербанк». У нас не очень давно было интервью с руководителем нашего офиса, с Артемом Пищиком. Он озвучил, кстати говоря, амбициозный план «Сбербанка». У вас и так-то доля на рынке Кировской области по кредитованию и девелоперов, и граждан очень большая. Вы еще собираетесь ее увеличить и не можете не держать руку на пульсе. И, естественно, все эти новые законодательные нормы. У меня ощущение, что работают на банке во много. Что скажете? Возьмите микрофон поближе к себе, пожалуйста. На самом деле работают не на банке, а работают на дольщиков. И правильно Руслан Анатольевич ответил, что требование нового закона направлено на то, чтобы дольщики были защищены больше, и чтобы не было тех самых обманутых дольщиков, чтобы правительство занималось в том числе не вопросами, как решить конкретную ситуацию конкретного человека, попавшего в беду, а стимулировать, если говорим про строительство, строительную отрасль. Это первое. Второе. Хотел бы немножко дополнить коллег в части готовности строительного сектора. к требованию нового закона. Действительно, многие застройщики подготовились к этому в плане получения разрешения на строительство до 1 июля 2018 года. И это им позволяет поголовно не использовать инструмент, так называемый, по искроу счета. Вот теперь застало время сказать, что такое строительство. Вместе с этим требования того же 214 закона нового в новой редакции говорят о том, что застройщики до 1 сентября текущего года, несмотря на то, что они получили разрешение до 1 июля 2018 года, обязаны по каждому объекту строительства, на которого есть разрешение, открыть специальный счет в уполномоченном банке, по которому будет осуществляться контроль расходования средств в рамках требований этого закона. Это обязательная мера, и у застройщиков есть с текущего дня, можно сказать, месяц. Итого, в рамках нового закона у застройщиков будет два варианта использования средств дольщиков. Еще раз подчеркиваю, согласен с коллегами, что никакого ограничения и прекращения привлечения средств дольщиков нет. Термин «дольщик» остается. Дольщик остается, более того, никуда не девается термин «договор долевого участия». Это как раз про дольщиков. И мы говорим, что если у застройщика есть опыт работы в сфере строительства более трех лет, есть опыт строительства объектов недвижимости жилой общей совокупностью более 10 тысяч квадратных метров, нет задолженности по налоговым органам, еще там есть определенный перечень условий, тогда этот застройщик может использовать только спецсчета, связанные с расходованием на строительство объектов недвижимости через инструмент контроля со стороны банка. Есть определенный перечень разрешенных видов расходования с этого средства и запрещенных. И обязанность банка в этом случае контролировать эти расходы. Если застройщик не соответствует требованиям, которых я сказал, основной, это опыт более трех лет и площадь более 10 тысяч квадратных метров, то он обязан осуществлять строительство через escrow счета. Escrow счета — это английский термин «договор условного депонирования», так называемый, переводится. О чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим о том, что в случае, когда дольщик заключил договор долевого участия, его средства размещаются на так называемом escrow счете, и они на этом счете находятся до окончания строительства объекта недвижимости и до выполнения обязательств сторон по договору долевого участия. А строительная компания, соответственно, должна взять у вас кредит? Строительная компания должна либо использовать собственные средства, если они таковые есть, либо взять кредит на строительство этого объекта. Под высокую ставку? Ставка по механизму финансирования через escrow счета, она рассчитывается по среднеизвешенной составляющей. И формулу в данной аудитории нет смысла озвучивать. Высокая или процентная ставка нужно понять? Она невысокая, она будет в интервале от 5 до примерно 10-11% годовых. Очень хочется спросить сразу состройщиков, считаете ли и вы тоже, что это невысокая ставка? Виктория, что скажете? Я затруднюсь прокомментировать, потому что я все-таки представляю интерес юридической службы компании «Кироспецмонтаж». Тогда Павлу передадим слово. Если говорить о ставке, действительно она невысокая. То есть здесь больше даже вопрос в другом о том, насколько будет возможен сам механизм именно получения, в принципе, этого кредита. Сейчас не возвращаясь к вопросу о ставке, как бы хочу сказать, потому что само по себе открытие скроу-счета еще не подразумевает понятие того, что банк обязан выдать застройщику, который работает по скроу-счету кредит. То есть я думаю, это уже другой перечень не только соответствия законодательству о долевке. Это банк будет рассматривать, но и свои требования предъявлять к застройщику, безусловно. То есть вот здесь этот момент немаловажен. То есть когда застройщик, переходя на систему от долевого участия, уходя на скроу-счет, на работу по скроу-счетам, по новым разрешениям на строительство, приходит в банк и говорит, что вот я хочу так работать, и услышит ответ, что мы в силу каких-то обстоятельств не можем выдать данный кредит, то тогда застройщик оказывается действительно в ситуации, если у него нет собственных средств, что он вообще не может вести строительную деятельность по данному объекту и его возводить. Здесь вопрос даже в сторону банка. Насколько вот будет эта вся работа организована, и с какими критериями банк будет подходить уже к застройщикам, касаемым вопросов именно кредитования по конкретным проектам? Министр внимательно слушает. Вот сейчас происходит такой диалог между банком и застройщиком. Ну это бытовые вопросы, которые, так скажем, предметные вопросы. Суть бытовых предметных вопросов зависит судьбы строительных компаний. Давайте дадим возможность банку ответить. Да, пожалуйста. Дмитрий. Что называется, спасибо за вопрос. Я должен сказать, что на текущий момент Сбербанк, имея долю финансирования строительных проектов, которые работают, ну, как мы называем, не по котловому механизму, когда просто даются деньги на оборотку и как-то там застройщики их используют, а именно вот как раз по той схеме, практически, которая прописана в текущем законе, у нас идет целевое финансирование через спецсчета. Искровых счетов на текущий момент нет, идет через спецсчета. Наша доля по такому виду финансирования 97%. И опыт финансирования объектов недвижимости достаточно большой. И понимание потребностей бизнеса, его особенностей, и в том числе строительных особенностей, оно у нас достаточно глубокое. Требования для застройщика, который получает кредит, они не какие-то сверхъестественные, это рентабельность деятельности, чтобы предприятие было не убыточное. Это отсутствие задолженности по налоговым платежам, и это успешный опыт работы в строительной сфере. Вопрос, коллеги, всем. Я вижу, Вадим, ты хочешь задать вопрос, прости меня, пожалуйста. Я обычно в первом части всегда монополизирую на некоторое время эфир, но очень важно узнать. Все-таки из того, что вы сейчас говорили, у меня возникает такое опасение, что несмотря ни на что произойдет некоторое, не передел рынка, но изменение на рынке строительном, потому что есть ощущение, что какие-то компании все-таки отсеются. Это плюс или минус? Это хорошо или плохо? Потому что изначально, конечно, закон о дольщиках, для чего он улучшался, для чего он совершенствовался, для того, чтобы отсечь неблагонравные такие компании безответственные, которые образовали пул обманутых дольщиков. Но не заденет ли это краем и ответственные компании, просто, может быть, небольшие компании или те, которые там что-то не успели сделать по документам и прочее. Произойдет ли вымывание некоторого количества компаний с рынка и хорошо это или плохо? Давайте каждого из вас я спрошу. Наверное, начнем с министра строительства. Руслан Анатольевич, пожалуйста. Вы уже ответили на свой вопрос. Сама. Вот я умею так делать, задавать, отвечать. Это хорошо. Действительно, одной из задач нового закона является то, чтобы, так скажем, проанализировать и выявить те компании, которые не смогут себя зарекомендовать в дальнейшем и участвовать в строительстве, чтобы не возникало проблем у граждан. Эти компании, как правило, не на такие, знаете, они будут, я думаю, что не совсем стабильные на рынке. И мало зарекомендовавшие себя и по вводу жилья в основном. Поэтому хотелось бы верить, что этот закон безболезненно пойдет для основных застройщиков, для крупных, для средних, а самое главное для надежных. Прерывем сейчас буквально на полторы минуты. У нас реклама, напоминаю, идет прямая трансляция в группу ВКонтакте наших коллег бизнес-новостей. Я так думаю, что Кира тоже сейчас ретрансляцию устроила у себя ВКонтакте. Всем, кто нас смотрит, привет. И, собственно, мы ее не прекращаем и в перерыве тоже. Аня Лапшина, наш продюсер, заходит. Я вижу, что Денис Леонидович едет к нам все-таки. Да, ну, по крайней мере, мне так пишут. Да, несмотря на то, что он решил, что на следующей неделе к нам нужно прийти, мы ему рады всегда. Продолжаем разговор. Это «Разворот на бизнес». Здесь в студии Вадим Шабалин, Светлана Занько. Мы будем жить теперь по-новому, к чему ведет глобальная перестройка на рынке жилья. И к нам присоединился Денис Крутехин, директор ООО «Кировский ССК». Денису Леонидовичу в перерыве сказала, что мы ушли на рекламу на вопросе, много ли компаний благодаря новому законодательству в Далевке покинут строительный рынок, плохо это или хорошо. И я сейчас вот вопрос все-таки к Руслану Анатольевичу обращу. Он уже в перерыве для тех, кто «Контакт» смотрел, ответил. Но я попрошу повторить для тех, кто слушает эфир. Много ли у нас в Кировской области таких компаний, которые замешаны в несчастных дольщиках, так бы я сказала. То есть это будет потеря для рынка или наоборот это будет хорошо, отрезвление такое, очистка? В самом деле компании такие имеются, к сожалению, где замешаны наши люди, это дольщики, они теперь обманутые дольщики. Небольшое количество, я сейчас не буду озвучивать названия этих организаций, но тем не менее есть. Мы с ними очень плотно работаем и стремимся, делаем все для того, чтобы достроить, помочь этим организациям, этим компаниям достроить их дома. И чтобы люди приобрели, как я уже ранее сказал, свое жилье. Количество таких компаний может еще увеличиться? Я знаю, что контроль сейчас усилился, особый акцент в ближайшее время. Да, конечно же, оно может увеличиться, здесь нет никаких, все зависит от руководителя компании, от его планов на видение, на застройку, на бизнес. И финансовое положение, да? Естественно, это самое главное. И здесь, по большому счету, до того, как возникают проблемы, министерство строительства не особо может чем-то повлиять и исправить ситуацию. Конечно же, когда начинаются уже какие-то проблемы у застройщика, мы уже, еще раз повторяюсь, вмешиваемся в это и благодаря новому законодательству применяем все рычаги для того, чтобы исправить эту ситуацию. Чтобы люди были обеспечены жильем. Денис Леонидович, Ваше мнение? Ну, насчет обманутых дольщиков, я не знаю, может, они еще не все всплыли, но где-то они есть, и, я знаю, конечно, правительству виднее, значительно это или незначительно. Но, конечно, процент определенный есть, мне кажется, это существенно. По долевке, по долевому, по изменению в долевом законодательстве, где тут для вас реперные точки, где плюсы, где минусы? Ну, плюс для нас, как для крупной компании, это то, что маленькие компании уйдут с рынка. Какие вы жестокие. Новых появляться практически не будет, чтобы зайти на этот рынок долевого строительства, привлекать деньги дольщиков, то есть нужен вот довольно-таки крупный стартовый капитал. Я правильно понимаю, что в основном вот как раз в проблемах с долевкой были мелкие компании, в Кировской области мелкие компании замечены? Ну, как мелкие? Я считаю, что здесь нисколько вопрос в масштабе самой компании, а в принципах организации ее работы. То, что говорил министр. Потому что все экономические тенденции, вот на примере Москвы, если мы возьмем Urban Group, там крупные компании, СУ-155, это вопрос организации своей работы. А и у них такие проблемы были? То есть, если застройщик, неважно крупный или мелкий, вел работу не по принципу создания пирамиды, что в принципе предыдущая редакция закона позволяла делать, то есть это заканчивать предыдущий дом, закладывая следующий, набирая туда денежные средства, и они не были обеспечены готовым жильем, активами компаний, то вот это мы на примере московского рынка увидели. Здесь у нас немножко другая ситуация, конечно, безусловно, потому что масштабы не все. Слава Богу. Да, но принцип-то экономический, в принципе, уже я считаю, что и подвыму, как Денис Леонидович сказал, недобросовестных участников рынка. Я согласна с вами, что от персоны, которая управляет компанией, зависит практически все. Павел, на ваш взгляд, ограничение трехлетний опыт и 10 тысяч квадратных метров однозначно отсечет мелких... Ну, это просто сейчас убирает возможность зайти на этот рынок игрокам, которые просто там человек захотел, купил земельный участок и пошел разрешение строительства, получать и деньги привлекать. Так может, это хорошо? Это хорошо, безусловно. То есть это для рынка, для застройщиков? Ну, в целом, для граждан это будет минус, то есть то, что убавится конкуренция. Это раз. И второе, вот в таких... Честно, застройщики, для нас хорошо, для граждан, может, не очень. Да. То есть и вот задать вопрос Руслану Анатольевичу, как вот себе представляет правительство долевое строительство в таком городе, как Слободской. Слободская строительная фирма, которая каждый год там, допустим, строит по тысяче квадратных метров, да? То есть для Слободского это нормально. Это такой спрос. То есть на сегодняшний день в Слободском, к примеру, да, долевого строительства вообще не будет. То есть мы как крупные туда не пойдем, мне интересно. А тот маленький, который строил, ему обрубили, поставили такие рамки, которые он выполнить не сможет. В Вятских полянах, то есть региональное вот это вот долевое строительство, оно вообще исчезнет. И так-то мало строили. А можно... Не в Котельниче, не в Вятских полянах. Денис, а можно я вот этот вопрос, прежде чем Руслан Анатольевич передам министру слова, вот он вам ответит обязательно. Я спрошу у банка, который тоже говорит о том, что все хорошо, ребята, вот это все законодательство, все на благо. Вот видите, беспокоятся застройщики, что в малых городах, в небольших городах долевка исчезнет вообще. Для банка это, конечно, хорошо, потому что долевщики понесут ему деньги в банк, они их туда отнесут бесплатно, да. А банк за то, что у нас там проверяет наши расходования средств, будет нам выдавать кредиты под 10%. Вы ждали Кросихинов в эфире, пожалуйста, банк, давайте. Ну, я хотел бы все-таки прокомментировать предыдущий вопрос, который был в аудитории. Будет больше, меньше, там, что произойдет с текущими застройщиками или новыми. Ну, вот наша позиция следующая. Мы за конкуренцию. Мы считаем, что чем больше будет застройщикам, тем будет выше конкуренция, и это будет хорошо для долевщиков, в первую очередь. И в этой связи у нас на текущий момент есть достаточные ресурсы для проведения коммуникаций с клиентами и проведения работ по рассмотрению сделок. У нас есть в банке целое подразделение по финансированию недвижимости из достаточного количества людей. У нас есть специалисты, подготовленные, обученные по сопровождению спецсчетов и по работе со скорого счета. Потому что по аналогичному механизму работает сейчас в банке сопровождение гособоронзаказа. Для нас здесь сверхъестественного нового с точки зрения процедуры ничего не было. И мы готовы и консультировать, и поддерживать, и делать дополнительные какие-то разъяснительные процессы для клиентов, которые не знают, как все это работает. Да мы не сомневаемся. Вы говорили же, что еще больше хотите долю рынка заводить. Естественно, в том числе на это. Денису ответьте. Но вместе с тем, с кем мы, может, не будем работать, это с теми компаниями, которые ведут неправильный бизнес с точки зрения добросовестности. Вот о чем говорил коллега. Это первое. Второе. Как, например, будет интересно работать или интересно с крупными. Минута до завершения. В случае с кировским ССК у них есть возможность работать не только по скроу-счетам, а в том числе по спецсчетам. И в этом случае они полноценно могут использовать средства дольщиков и их использовать на строительстве. И могут не привлекать кредиты на финансирование через скроу-счетах, потому что у них выполняются все требования, которые прописаны в законе. Мы продолжаем разговор, несмотря на то, что сейчас через 30 минут прямой эфира на 101.0 завершится. Но у нас это прямая трансляция ВКонтакте, нам нужно завершить этот вопрос, это очень важно. Вы получили ответ на вопрос, Денис Леонидович? Точно? Нет. Есть сомнения? Маленькие компании, да как они? Что с маленькими-то компаниями? Давайте предоставим возможность Руслану Анатольевичу высказаться, министру. Микрофон прямо к себе поближе и погромче, потому что, чтобы ВКонтакте было слышно. Я еще раз хочу сказать, что сейчас крайне преждевременно делать какие-то выводы о том, что будет после того, как действительно заработает в полном объеме этот закон. Было сказано уже, и еще раз хочу озвучить, что есть и маленькие компании, которые ведут себя добросовестно на строительном рынке. Не исключено, почему мы делаем сейчас такие выводы, что их не станет, что их не будет, что не будет строительства в районах области Кировской. Я думаю, что оно все будет работать в том же режиме. Единственное, что здесь наша задача отсеять недобросовестных. Маленькие компании, это не значит, что они все недобросовестные. Они есть, они строят по одному дому, по два дома, не такими крупными объемами, как наши крупные застройщики в Кировской области. Они останутся работать добросовестно, честно. — Правильно я вас понимаю, что вы будете работать в связке с банком, на самом деле, да? Когда вы будете смотреть, какой объем жилья нужен в небольших городах, в небольших населенных пунктах, то будет прилагать усилия, чтобы туда заходили строительные компании, да? — Ну, я вот могу прокомментировать. — Это возможно банк, Дмитрий? — Мы готовы работать, как я в предыдущем слове сказал, что развиваем этот рынок, вместе с правительством это можем делать. Что касается мелких застройщиков в городах, я так понимаю, вы на этот вопрос не получили ответ. Они могут работать по схеме с экскроу-счетами, потому что у них, например... — Она уже описана нами здесь. — И мы тогда можем им предоставлять финансирование, через эту схему нет никаких проблем, если у них есть положительный баланс, если у них нет задолженности перед налоговыми органами, мы можем предоставлять эти средства. Более того, если у них, например, кроме как средств, которые они получают от дольщиков на экскроу-счетах, ну, вообще нет никаких ресурсов для оплаты, например, кредита, у нас есть возможность включить механизм капитализации, когда в том числе оплата кредита будет отложена на конец срока кредитования. — Мы сейчас должны из эфира радиостанции выйти. Сейчас у нас будут новости. То есть я понимаю так, что правительство, банк в связке будет работать над тем, чтобы нигде не было прореха, чтобы строительство везде завершалось. Мы будем следить внимательно. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Не переключайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...